Мы сегодня с вами собрались для того, чтобы научиться решать задачи на переливание. И решать мы их будем с помощью координат. Для того, чтобы вам впоследствии не казалось, что задач на переливание исключительно мало, поскольку если посмотреть по сборникам, там переходит из одного сборника в другой приблизительно одни и те же задачи, одни и те же числа. Единственное, что переливают, в одном сборнике переливают воду, в другом керосин, в третьем молоко. Ну а по существу мы с вами сегодня попробуем первое разобраться в координатах, второе научиться решать задачи на переливание и третье, как итог понять, что задачи на переливание мы можем придумать с вами с разными числами, собственно говоря, столько, сколько захотим. Давайте начнем с первого. Для того, чтобы связать два понятия, это задача на переливание и, собственно, координаты, начнем с самых простых координат. Нарисуем луч. Первая картинка наша. Мы рисуем прямую. Пока все точки напрямую, их бесконечно много, да, для нас абсолютно одинаково. Но нам надо научиться располновать положение точки напрямую. Для этого мы вводим начало отсчета. Что еще будем задавать? Направление. Обычно принято вправо. Туда будут увеличиваться числа вправо. И выберем единичный отрезок, тот единичный отрезок, с которым мы будем шагать. В вашем случае единичным отрезком можно выбрать одну клеточку. Теперь пошагаем и посмотрим, какая же координата будет у точки А. Раз, два, три. Вы видели? Три. Ну, с циркулем было бы, конечно, интереснее. Итак, в направлении, в положительном направлении мы сделали три шага. Соответственно, наши координаты, координаты, то ли это троечка. Давайте я буду расставлять числа, а вы мне напишите. А, Б, С, Д. Итак, точка Б имеет координату, точка С и точка Д. У себя напишите, пожалуйста, все в тетрадочках у себя. И попробуем сейчас расставить. Точка Б. Кто уже сориентировался? Так, одна это еще не рука. Пожалуйста. У Б координата 1. Точка Б имеет координату 1. Согласны? Да. Согласна. Точка С. Точка С. Пожалуйста. Имеет координату 4. С? 4. 4, да. Ну и точка Д, пожалуйста. 0. Д. Координату 0. Меньше. Замечательно. Итак, это у нас были координаты напрямую. Безусловно. Гробное число у нас существует. Где-то между ними, да? Одна, полтора, да? С половиной, единичка с половиной. Нас сейчас это не интересует. Итак, второй момент. Это если у нас одна прямая. И на ней мы отмечаем точки. Что будет, если мы возьмем любую точку на плоскости? Одной прямой нам мало. Правильно? Потому что если вот точка не лежит на прямой, как мы отсчитываем? Нам надо опять задать направление выше или ниже. Да? Нам надо посмотреть, насколько, значит, задать единичный отрезок. И мы рисуем две прямые. Две прямые. Карты номер два. Две прямые. Одну обычно пускают горизонтально. И за положительное направление берут направление вправо. Вторую пускают вертикально. И за положительное направление пускают направление вверх. Скажите, пожалуйста, есть ли человек, который уже догадался, где точка отсчета? Да, пожалуйста. Точка отсчета там, где пересекаются эти. Пересекаются. Разумеется, за точку отсчета, естественно, принят вот эту. Посмотрите, как я аккуратно пишу. Под этой. Теперь постарайтесь, чтобы ваши записи не налезали на прямые. Итак, всем понятно? Это точка отсчета. Теперь единичный отрезок. Берем одну клеточку, это единичный отрезок. И дальше размечаем, куда им идти. Значит, если у нас есть точка отсчета, и мы идем вправо, то наши координаты, расстояние от точки отсчета увеличивается. Два, три, четыре, пять. Я могу отметить восемь? Да. Да, но для этого мне надо продлить прямую, а мне это пока не нужно. Цель моя сейчас не в этом идет. И в обратную сторону тоже могу отметить. Только это будет направление противоположное положительному. А поэтому я напишу минус один. Минус, да. То есть это в данном случае направление противоположное мною выбранному. Хорошо. Это мы задали, если будем двигаться, соответственно, вправо. Если мы будем двигаться вверх, давайте зададим. Единичный отрезок тот же. Одна клеточка. И пойдем. Один, два, три, четыре. На шаг от нуля выше. Единица. На два. Два. И так дальше. А если мы пойдем вниз на один шаг? Минус один. Минус два. Ну вот. Хорошо. Не будем дальше идти. Дальше мы можем любой точке, которая у нас есть на наших плоскостях, поставить координаты. Так уж договорились, что сначала мы смотрим по оси, которая идет горизонтально, и только потом по той оси, которая идет вертикально. Мы устанавливаем, сколько шагов мы сделали вправо, а потом на сколько мы поднялись вверх или опустились. Давайте смотреть. Вот у меня есть точка А. Точка А. Мы раз, два, три. Три шага сделали вправо. И на два шага поднялись. Значит, координаты точки А запишутся как три и два. Три и два. Б. Точка С. Точка Д. Ну давайте точка Е. Нам надо записать их координаты. Сколько их будет? Четыре. Это ты имеешь в виду точки. Точек Б, С, Е и Д. А каждая точка определяется. Скольким числом координат? Пожалуйста. Смех. Ни. Одна точка? Двумя. Двумя. Две прямые, да, у нас. И две координаты мы даем. Итак, точка Б. Есть кто уже сориентировался? Пожалуйста, молодой человек. Один, один. Один, один. Один вправо, один вверх. И вправо. Один вверх. С. Пожалуйста, сориентировались. Это два и минус один. С. Нет, смотрите, немножечко. Букву я рисую специально ниже, а сама точка, вот она, лежит на оси. Что это означает? Два. Итак, одна координата, два, вторая, пожалуйста, ноль. Увидели? Я никуда не отклоняюсь, ни вверх, ни вниз. И это положение будет ноль. Запишем. Два, ноль. Точка Е. Точка Е. Ну, пожалуйста. Точка Е находится. Ее координаты 3, 0. Хочется назвать число, которое побольше, да? Ноль, ноль. Да, ноль. И поднимаемся вверх на 3, да? Поэтому ноль, три. Ноль, три. Так, точка Д. Ну, пожалуйста. Ноль, два, три. Ноль, четыре. Точка Д. Два и три. Два и три. Кто видит хорошо? Пожалуйста. Два и три. Два и три. Замечательно. Сейчас переходим к следующему шагу. Была одна прямая, да? Было две прямых. И сейчас будет? Три прямых. И сейчас будет три прямых. Зададим с вами три прямых. И будем определять, соответственно, точку. Как вы думаете, три прямых, это что у меня получится? Да. Нет, мы... Треугольник. Да, ну вот треугольник у нас будет. Пожалуйста, рисуем для того, чтобы у нас треугольник получился хорошим. Разумеется, это будет у нас правильный треугольник. Когда одна прямая, все понятно. Называй координату, она и будет та самая координата. Две прямых. Здесь мы с вами уже установили последовательность. Какую прямую мы описываем вначале. Правильно? Как мы с вами описывали? Вот у нас. Мы сначала описывали от той линии, которая горизонтальна, к той линии, которая вертикальна. Теперь у нас три прямые. Поэтому нам надо установить порядок шествия координат. Итак, давайте выделим цвета. Начнем. Нижняя. Красная. У нас красный, желтый, синий. Насчет не перепутали, как в светофоре. Красный, желтый, зеленый. Красная прямая, желтый прямой, замыкает наш треугольник. Синяя прямая. Значит, в данном случае мы не будем ее рисовать полностью, потому что нам достаточно наш треугольничек. Теперь вопрос, как будем отсчитывать. Теперь надо нам установить, где будет ноль, начало отсчета. Очень хорошо, кто умеет играть в треугольные шашки. Вот, очень хорошо. Потому что в треугольных шашках, в которых выпускаются поля, я вижу лесоруб уже, все любят играть в треугольные шашки. Шашки располагаются на линии красной, да? А идут, соответственно, куда? Вверх. Противоположной. Вот сюда. Значит, там и будет. Значит, начинаем начало отсчета от стороны, которую мы поменяли. Красной, да? А идем к вершине. Понятно? Хорошо. Давайте тогда я спрошу. Если у нас желтая сторона, начало отсчета, эта сторона ноль, куда мы пойдем? Противоположную сторону. Противоположную. То есть от этой стороны мы будем идти к этому углу. Правильно? Да. Увеличивается. Если у нас шашки стоят здесь, куда они пойдут? Противоположную сторону. В противоположную. Желтый угол. И укрутся в этот угол. Вот последний. Сделали себе картинку. Итак, мы с вами определились в направлении, куда мы будем идти. И определились с началом отсчета. Теперь должны определиться с шагом, который мы будем шагать сейчас с вами. Давайте выберем шаг небольшой. А именно, поделим сторону пополам. Поделим сторону пополам. И поделим другую сторону пополам. Итак, все три стороны у нас поделились пополам. Увидели? Значит, мы с вами что проведем? Мы с вами проведем отрезки, которые называются средние линии. Их будет понятно три. Давайте смотреть. Насколько у нас треугольничка поделилась, наш большой треугольник? Посчитали уже? Пожалуйста. Теперь вопрос. Я уже слышала два мнения. Своё повторение? Четыре. А почему четыре, а не пять? Потому что он разделился на четыре. А не сколько всего треугольника? Да. Итак, есть вопрос. Сколько всего на рисунке вы видите треугольников? И тогда вы видите действительно четыре маленьких и один большой. А если мы разделили, разрезали, то этого треугольника уже не стало. Мы как бы уже обрезали. И поэтому здесь, конечно, мы видим четыре маленьких треугольника. Теперь давайте посмотрим. Мы сначала посчитаем только красные координаты. Вот точка, давайте её пометим как точку А. Она сейчас лежит на красной стороне. Как вы думаете, её красная координата чему будет равна? Нулю. Нулю. Спасибо, что вам понятно. Теперь шаг наш вполне очевиден. Да? Наш шаг единица. Точка, лежащая здесь, это какой будет координата? Как отсчитывается? Один. Один. Любая точка, которая лежит на этом отрезке, будет иметь координату один. Один шаг от красной линии. Увидели? Да. Хорошо. Вот эта точка. Какую будет иметь координату относительно красной линии? Три. Два. 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 Ещё раз, шагаем все вместе. Один. Два. 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 Вот наша координата. Замечательно. Давайте посмотрим, что же у нас будет происходить с координатами здесь. Жёлтая наша линия. Все точки, которые... Ноль. Ноль. Если они лежат на этой линии, то они имеют координату ноль. Если мы шагнули шагом один, то они будут иметь координату... Один. Ну а если мы пришли в самый угол, то два. Потому что мы преодолели два участка. Увидели? Да. Замечательно. Давайте тогда запишем. Синий аналогично. Ноль. Один. Два. Значит, нам нужна точка А. Все увидели? Да. Точку Б. Давайте точку С напишем. Теперь будет три координаты. Замечательно, в каких мы будем писать. Точка А имеет координаты. Кто смелый может тебе сразу прохитовать? Ноль. 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 А дальше ноль. Я помню. Ноль. Следующая координата. Почему два? Где два шага? Один. 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 Сейчас будет следующая точка. Хитрая, прихитрая. Точка Б. Можно? На. Два ноль ноль. Два. От красный шага. Это правда. Желтый лежит на желтой, поэтому ноль. Синяя лежит на синей. Значит, тоже ноль. Правильно. Точка С. Точка С. Ну, пожалуйста, девочки. С. Один. Один. От красной. Один, да. От желтой. Один. Так. Ноль. Один, один, ноль. Один, один, ноль. Замечательно. Замечательно. Ну, давайте еще возьмем точку С. Д. Д. Имеет координаты. Пожалуйста, я. Ноль, ноль, два. Ноль, ноль, два. Уже хорошо. Уже увереннее. Все увереннее. Давайте какую-нибудь координату возьмем. Д, Е. Е. Координаты точки Е. Пожалуйста. У нас сейчас мы... Я вижу, смотрю, смотрю. Смотрю, пожалуйста, Леня. Ноль, ноль, три. Еще раз. Я Леня продушу. Ноль. Да? Ноль, ноль. А потом? Два. Ноль, три. Два. Ноль, 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 два. Три. Маш, просто там, где два, уже три не влезет. У нас всего... Мы есть такие... У нас три уже шага нет. Понятно? Попробуйте еще раз. Ноль, ноль, два. Ноль, ноль, два. Маленькая проблема. Она, разумеется, где-то ноль. И где-то два нам нужно. Проблема, в каком порядке они идут. Кто запомнил? Пожалуйста, вот... Нет, нет. Вот здесь. Ноль, два, ноль. Потому что нам не просто надо сказать числа, да? А обязательно, чтобы соблюдался, помните, как мы говорили с вами, порядок. Иначе никто не узнает, где же это число. Итак, сначала идет отсчет от этой, прямой. Ноль. Дальше пошло, видите, против числовой крелочки. Два. И приходим к синей. А это ноль, потому что точка Е лежит на синем отрезке. Увидели? Да. Замечательно. Хорошо. Теперь мне нужен доброволец, который бы... О, добровольцы сколько? Они еще не знают, что нужно. Итак, должен доброволец пойти показать точку с координатами 1, 0, 1. 1, 0, 1. Ну, пожалуйста, идите. Где эта точка? 1, 0, 1. Показать точку. Точка М с координатами 1, 0, 1. Найдена правильно. Замечательно. На простых примерах с треугольными координатами... Сейчас более сложно сделать пример с координатами. Давайте посмотрим следующий пример, четвертый. Не, пятиугольных координат мы не будем. Мы сейчас продолжим треугольные координаты, но вот видно, что уже точки все расставлены. Да? А можно новое расставлено? Можно. Да даже на этом можно треугольники. Это будут выражаться не целым числом, а дробным. Да? Но поскольку мы все-таки рассчитываем на то, что, наверное, кто-то есть еще, кто не знает, дробных чисел, то мы не будем делать. Безусловно, любую точку, которая лежит, вот, например, здесь, если мы поделим опять пополам отрезки, да? Что это получится у нас? Это значит, что это будет не шаг, а пол шага, да? Что здесь будет не шаг, а всего лишь пол шага. Правильно? И здесь будет шаг. Значит, сколько будет? Одна вторая, одна вторая и единица. Вы видели? Поэтому описать любое число нужно. Другое интересно. Кто-нибудь вот по этим числам уже может сказать закономерность. Вот кто-то знает, как себя застраховать от неприятностей. Ну, пожалуйста. Везде сумма зла. Да, пожалуйста. Я тоже. Тоже так хотела? Ну, конечно. Итак, сумма координат, посмотрите, что у нас получается. Сумма координат действительно везде у нас сколько. И здесь, если мы возьмем, тоже получится, это одна вторая. Давайте как-нибудь ее обозначим. Л, да? Л имеет координату, тогда одна вторая, одна вторая и единица. Тоже сумму две половинки дают целую, и еще единица в сумме все равно будет. Поэтому любая точка, которая лежит внутри равностороннего треугольника, сумма до сторон этого треугольника равна. Вот здесь вот лежит сумма ее до сторон треугольника, до тех трех, будет равна сумме, которая имеет другая точка. Вы видели? В нашем случае, разумеется, эта сумма сохраняется. Давайте нарисуем треугольник еще раз. Прямой, это не то, что прямоугольный, а то, что, я имею в виду, рука не дрогнула, почти не дрогнула. Итак, у нас с вами равносторонний треугольник. Что с ним будем делать? Опять будем делить, да? Ну, давайте поделим пополам. Так, пополам делить всегда приятно. Сначала поделим пополам. И проведем средние линии. Это чтобы наверняка, чтобы не ошибиться. Теперь, поскольку рисунок такой же, да, разделим еще пополам. Пока мы соединяем. Мы можем на самом деле посмотреть разные задачки. Например, такая задачка. Вот разрезать треугольник на 4 треугольника мы с вами уже умеем, да? Причем конкретно. А вот здесь мы можем, смотрите, разрезать наш треугольник на 7 треугольников. Не обязательно равных. Очень просто. На 4 у нас уже есть? Да. А давайте мы с вами разрежем один из них. И будет 4 плюс 3. Получается 7. Вот мы так попутно с вами вспомнили задачку. На какое еще число удобно разрезать? На 10. На сколько? На 10? На 10. Хорошо. На 11. Давайте смотреть. Вверху у нас 4, да? Внизу 4. И еще 2 средних. На 10. На 10. Да, пожалуйста. Еще легко на 13. На 13. Да. Ну, например, можно вот этот разрез. Смотрите, какое число. Треугольник убирает на 4 новых. Да, но зато появляется 4, 4 и 4. Три раза по 4, это 12, да? И один в центре, это 12. Согласитесь, что если бы это стали с белого листа, то, ну, пришлось бы больше усилки приложить. Правда? Замечательно. Ну, давайте последнюю все равно поделим. Вы уже понимаете, что его все равно делить придется. И вот у нас возникла новая сеточка. Новая сеточка. Опять. Вначале мы будем считать вот стороны, которые внизу, да? И опять пойдем вот так вот. Поставлю точки. Вы сначала у себя в тетрадке сделаете, а потом уже поднимаем руки, оттуждаем. В, видите, в узел карпишу. С, Д, Е, давайте Ф выпишем. Итак, вам надо к указанным точкам написать координаты. Два. Два. Раз. Два. Так. Вот она написана. Два, да. Только его поярче, поярче надо нажимать. Так. Тоже два, потому что раз. Стороночка. Да. А вот тут он лежит на прямой, поэтому В. Да. Тоже два. Замечательно. До пятыни и закрыть копочку. Так, пожалуйста, девочки. Да. В. В. Возьмите белую мелкую. И так твердой, уверенной рукой. Вот это один. Так. Потом. Раз, два. И один. Молодец. Закрывает копочку. Пожалуйста, молодой человек. Сейчас. Ну, далеко сидите. Тоже далеко. Вот одна. Кто поближе, да. И внизу. Ну, тоже вот сюда. Итак, С. Лежит на прямой 0. Расстояние 1. А вот третий прямой. Ну, один, два, три. Это правда. Пожалуйста. Два, да. И два. Если два, 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 то это уже где-то будет в серединке, да? Должна быть. Смотрите, как мы с вами говорили, проверять себя надо. То сумма чему будет равна? Четырем. Четырем. На четыре части. Посмотрите. Четыре, да? Значит, два поднялись на два шага. Дальше. Точка D. Покажи, где она лежит? Она лежит. Нет. Она лежит по отношению к треугольнику. На стороне. Да? Значит, и здесь будет координата ноль. Средняя координата. Нет, средняя. Средняя координата ноль. А вот теперь завершает координата два. Да. Точка E. Точка E. Раз, два. Два. Один. 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 Так, ну и последняя. Сама не вижу, где она. Четыре. Двое. Да. Один. Один. Ну и замечательно. Замечательно. Итак, пожалуйста, проверьте. Сравните со своими записями. И то же самое, все свойства выполняются. Теперь надо научить, как с помощью нашего треугольника мы будем переливать. В чем, собственно говоря, особенности сейчас? В том, что если мы берем два сосуда, например, 12 литров, 8 литров и сосуд 5 литров. Когда идет задача на переливание, то мы все понимаем, что есть в каждой условии свои условности, в каждой задачи. В данном случае мы не пользуемся никакими дополнительными подсказками. То есть, если есть кувшин 5 литровый, то мы можем либо 5 литров налить, либо 5 литров перелить в другую емкость. Мы не можем ничего отмерить. Мы никакие засечки не ставим. Например, у нас есть 12 литров воды. Мы можем взять кувшин 5 литров, налить 5 литров и перелить его в 8-литровый сосуд. Тогда в 8-литровом сосуде сколько будет? 5 литров. 5 литров. Увидели? Да. Но мы никакие засечки от метины и прочее не можем сделать. Поэтому, если мы эти 5 литров, которые мы туда налили, перельем обратно в 12-литровый сосуд, то потом 8-литровый сосуд из 12-литрового отлить 5 литров нам уже не удастся. Потому что они не вернутся на ту же самую высоту. Мы никогда об этом не узнали. Понятно? То есть, отмечать ничего нельзя. Можно либо полностью вылить содержимое, либо полностью налить, либо полностью перелить. И уж если здесь мы перелили сюда 5 литров, то когда мы вылили в 12-литровый сосуд, эти 5 литров полностью, то никаких воспоминаний в сосуде 8 литров о том, что в нем было до этого налито 5 литров, уже не будет. В этом сложность, собственно говоря, задача. Мы не просто полностью переливаем. Скажите, пожалуйста, опять же вернемся к нашим детским играм. Ну вот, были кто играл в треугольные шашки, да? В бильярд достаточно. В бильярд и все играли, да? В треугольные играли. Ну и замечательно. Значит, давайте смотреть, что у нас будет, если у нас есть некий шарик. Давайте смотреть. Мы по нему бьем вот такой киль. Киль. Ударили? Да. Он полетел к стенке. Увидели? Да. Что будет? Поскольку у нас бортик твердый. Да, продолжите. Он отобьется. Он отскочит. Да. Отскочит. Куда? Пожалуйста. Он отскотит. Он отскотит. Он отскотит. Он отскотит. Он отскотит. Он отстанет. Ну, в другую сторону. Нет, в сторону. Если мы не кидаем, как говорится, вот мячик над собой, да, то вернется по макушке. Это закон. Это понятно. Если мы кидаем его в сторону, вот мячик у меня, так сказать, занят. Значит, если мы кидаем в сторону, он отскочит тоже в сторону. Какую сторону? Как отскотит? Слево. Ага. Если мы кидаем вправо, отскочит слева. А вам на сколько вопрос? Да. Он отскочит вот так. Да. Да. Почему? Как отскочит? На такое же количество градусов. Откуда будем отсчитывать? Ну, все слышали. Все слышали, не могли, не слышали. Угол падения, да? Угло отражения. Поэтому, конечно же, он отскочит на столько же. Ну, и в нашем случае это вообще рисовать удивительно приятно. Поскольку наши углы все 60 градусов. Да? Рисуем. Рисуем. 60 градусов. Прямая. Это сколько градусов? Пожалуйста. Прямая. Прямая. Круг попала. Прямая. 180. Значит, здесь тоже 60 градусов. Увидели? Вот наш треугольник. Почти вечный двигатель. Тоже отскочил и ударился. Отскочил и ударился. Значит, в нашем случае это будет гоняться наш шарик. Да? Скатиться металлический такой. Вот углом 60 градусов. А это и есть наш правильный треугольник. Что ему мешает в жизни? Он когда-нибудь закончится. Что закончится когда-нибудь? Он остановится. Ну, а почему он остановится? А как? А энергия сила. Ну, я один раз его ударил. У него сила. Силу ударился. Смотри. Отдеркивание от стенок сила должна кончиться. А ну, хватит. Ага. Нет, проблема в том, что это у нас не подвесло белья. Это не мишень в данный случай. Это как будто на столе лежит. А мы сверху смотрим. Поэтому упасть он не упадет. Он уже катится. А все равно он остановится. Да. Остановится. Для вас с каждым ударом, а в других стилях будет слабее силы ударов. Энергия теряться будет. Да. Да. Замечательно. Еще. Трение от стол будет. Да. Тоже трение от стол будет. Да. Никому не запрещено. Ну, вряд ли дома у вас есть бельярд. Но зато дома у всех есть фольга. Просто потому, что мама булочку печет. Или курицу, или яблоко. Значит, надо... Да, у некоторых мамы дома пекут. Не у всех, конечно. У некоторых только специально для поделок делают фольгу. А некоторые на кухне работают. Итак, дома берете фольгу. Обычную. Да. И обычную что? Мочу написать. Курицу. Так. Это те, кто долго здесь. А на самом деле надо взять обычную лазерную указку. А если нет? Да ладно. Значит, лазерную указку поставить в... Либо три зеркальца, да? Либо три зеркальца, либо у кого трех маленьких зеркал нет, ну или больших, или трюмо нет, да? Тем, соответственно, вот вместо трюмо использовать фольгу. И лазерной указкой посветить. В данном случае вам придется, извините, взять еще в руки иголку. Проделать дырочку. А то как иначе-то будет, да? Вот здесь проделать дырочку. И посветить лазерной указкой. Значит, пучок, лазерный пучок, он отличается от фонаря и от бильярдного шарика тем, что потери очень маленькие. И поэтому ваше удовольствие продлится гораздо дольше. То есть лазерный пучок будет ударять в стенку зеркала, да? И отражаться. Посмотрите, если вы правильно поставите зеркала, под углом каким мы берем? 60 градусов. То он должен попасть точно в серединку. Отразиться под углом 60 градусов и вернуться в ту же точку. Вот если у вас эта фигура сомкнется в треугольник, да? То, собственно говоря, вы выполнили свою задачу. Как можно увидеть луч лазерной указки? Через дырочку. Не надо в дырочку смотреть. Не надо. Влететь ночью в небо, светить. Нет, ну это ты уже... Ну, а как нам увидеть, да? Можно, например, попрызгать водой путь лазерного луча. Путь лазерного луча попрызгать водой. Ну тогда у тебя зеркало будет в потеках, и капельки будут мешать отражаться. Понятно? То есть это хорошо, конечно. Еще есть? Да, пожалуйста. Дым, но лучше не какой-нибудь, а, например, вот не мел, да, вот так вот потрясти, а муку, да? Значит, вот, собственно говоря, это конструкция, которую вы можете увидеть. Ну, а теперь вперед к нашим задачам. Задачу мы с вами будем решать. Добрый Александр Васильевич. Вот подготовил, правда, на все три кружка, но так получилось, что повезло только вашему. Значит, на компьютере нарисованы уже треугольники готовые. Так, да. Уже треугольники готовые, поэтому мучиться перерисовывать в тетрадь не надо. Это ваш листочек. Хорошо работать, у кого все нарисовано. Елена Борисовна еще не нарисована, поэтому... А сколько на сколько надо? Двенадцать. Значит, большой треугольник. У вас уже разделен на двенадцать частей. Не надо, я уже заканчиваю. Четыре, вы помните, разделен? Я добавила еще две. Два. Увидели, у меня получился треугольник разбит на шесть. Каждая сторона треугольника на шесть частей разбита. Так. Сейчас выровняю. Итак, каждая сторона разбита на шесть частей. Теперь я делаю красиво, чтобы проходило через узелки. Заметьте, вот это не так просто. Между прочим, на своем кружке, когда это проводили, я заставлял народу самих рисовать. Там было чуть не доплачено. Ну, да. Следующий шаг. Поскольку у меня на шесть уже расчерчено, то мне что надо сделать? Каждую сторону разбить на... На пополам. И, соответственно, она еще раз просто тебе скажет треугольник. А мы уйдем? Да, конечно. Следующий шаг. Ура, я справился. Да он специально мне горел на чертечь, чтобы справиться первым. Да, не хочешь, не надо. Не надо. У меня уже есть. Я выкнулся. Ребята, я скажу маленький секретик. Для того, чтобы красиво сделать на двенадцать, на самом деле есть такой замечательный способ. Надо взять и сделать на шестнадцать. Зачем? Затем. А, затем. Лишнее стереть. Лишнее потом мы сотрем. Смотрите, вот это настоящая конкуренция. А тут сколько у вас еще? Это не важно, сколько будет. Важно, кто быстрее нарисует. А чего вы не дорисовали? Нет, я еще вторую не дорисовал. А что для Борисовна вы отстаете? Нет. Я нарисовал восемь на восемь, а она двенадцать на двенадцать. Но я нарисовал две картинки, а она одну. Вы просто нам оставьте, я вся вас лично обойду. Да без разницы, нам же без разницы. Нам же надо доказать, что с помощью этого алгоритма мы без разницы как у нас. Кто хочет бензин, кто хочет молоко, кто хочет воду? Давайте возьмем воду, да? Значит, у нас есть три сосуда. Емкость двенадцать литров, налито полностью водой. Итак, сосуд двенадцать литров, налит полностью. У нас есть к нему две пустые емкости. Восемь литров и пять литров. Нам нужно следующее. С помощью двух пустых сосудов, которые сейчас пустые, восемь литров и пять литров, отмерить шесть литров воды. Отмерить шесть литров воды. Итак, ну, задача поставлена. Дальше, если бы у нас было много времени, может быть, дома и полезно посмотреть, за сколько ходов вы сумеете это сделать, переливая из одного сосуда в другой. Значит, сейчас наша задача не, как говорится, посмотреть, да, кто во сколько ходов справится, а найти, во-первых, все способы решения, если таковы и есть, ну и постараться это записать. Как будем действовать? Итак, у вас треугольник сейчас разделен на двенадцать частей, каждая сторона. Двенадцать – это наибольшее из чисел. Двенадцать восемь пять. Значит, подписываем. Вот эта сторона у нас будет символизировать наполнение двенадцатилитрового сосуда. То есть, если уровень лежит на стороне, да, то это ноль литров. Сейчас сосуд пустой. Поднялись. Это у нас на литр один литр. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Двенадцать. Вот мне прямо на эту точку как раз хватило роста. Это двенадцать литров сосуда. Следующий сосуд мы возьмем, и он будет у нас восемь литров. Восемь литров. Ему будет соответствовать вот эта сторона. Ноль. Да, сейчас эта сторона, разумеется, ноль и символизирует то, что сосуд пустой. Если мы сосуд будем наливать, то мы будем двигаться в угол противоположный. Да? Сюда. Итак, давайте наливать. Значит, было ноль. Дальше. Один. Один. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. А, десять. Уже перелили. Да, уже вылилось. А что мы не перелили, что надо? Вовремя остановиться. Вовремя остановиться. Еще раз. Ноль. Ноль. Один. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Хватит. Хватит. А вот это мы отметим. Мы отметим так, что все оставшиеся часть заштрихуем. Чуть-чуть продлим. Итак, нарисуйте прямую. И вот так же заштрихуйте. Можно цветным карандашом, можно цветной ручкой. Теперь нам остается расправиться с 5-ти литровым сосудом. Значит, будем отсчитывать от третьей стороны. Ноль. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Дальше нам не надо. Поэтому отрезаем. Тю часть, где вода перельется. Увидели? Отрезали. Чуть-чуть вот так вот. Пусть даже выходит. Это лучше. Давайте для тех других сделаем еще проем и тоже нарисуем стариковку. Для того, чтобы понимать, что здесь у нас ничего не выливается. Потому что если вы в эту систему у нас есть 12 литров, то никуда они от нас не денутся. Вот у нас сейчас получился такой вот пятиугольник. Давайте посмотрим наше первоначальное состояние. Наше первоначальное состояние. Это в 12-литровом сосуде налито 12 литров. Другие сосуды пусты. Пожалуйста, кто мне расскажет, какая это точка и назовет ее координаты? На нашем рисунке какая это точка? Вершина, 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 вот наша точка А у себя отметили. Точка А. И она имеет координаты какие? 12-0-0. 12-0-0. И это правда. 12-0-0. Я начну переливать. Следующая моя точка. Точка, назовем ее точка Б. Какие координаты она имеет? Вот где зеленый 3. Так. Верховская, да. Вот здесь? Да. Так. Итак, я из 12-литрового сосуда перелью в 8-литровый сосуд. Тогда у меня получится. Бэм. Из 12-литрового я перелила в 8-литровый. Я могу только полностью перелить, поэтому 8. 5-литровый я что-нибудь лью? Нет. 12-литровый сколько остается? 4-литровый. 4-литровый. Вот соответственно моя схема. Раз, два, три, четыре. Точка Б имеет координаты. Соответственно, 4, 8 и 0. В пятом сосуде 0 литров. Увидели? Да. Увидели. Теперь самое сложное. Надо переливать дальше. Итак, у нас было указание с вами. Только если мы шли вдоль этой линии, то мы отразились. Увидели? У нас все 60 градусов. Отразились и пошли по прямой. Увидели, что на 60 градусов отразились? Вот у нас упал уголок. Вот у нас все по 60 градусов. И пришли в точку А, Б, С. С. Итак, пришли в точку С. Значит, я вам предлагаю рядом ввести еще одну колоночку, чтобы посмотреть, что. Откровенно. Ну, первый шаг и второй-то хорошо. Главное, что надо сюда сумму набирать. Да? Здесь сумма 12, значит, мы не ошиблись. Здесь сумма 12. Не ошиблись. Ну что, пошли в точку С. Точка С имеет координаты. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. И 5 литров. Перелили 5. Итак, у нас произошло, что мы из 8-литрового перелили 5 литров в 5-литровый. Понятно, что осталось 3 литра. Сумми проверяйте. Опять 12. Куда пойдем дальше? Куда будем переливать? В точку D. В точку D. С, D. Опять же, увидели, что у мы, вот здесь вот, если у вас хватит места, покажите стрелочкой. Да? Пришли в точку, отразились. Угол падения равен углу отражения и пошли до точки D. Точка D. Точка D имеет координаты. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Раз, два, три. И 0. 9. 3. 0. Что это означает? Это означает, что мы из 5-литрового перелили все в 12-литровый. И получилось, что в 12-литровом сейчас 9. Переливаем дальше. Мы заметного нашего результата не получили. Нас устроит получение 6 литров. А у нас 9 и 3. Из точки D отправляемся. Е, да? Е. Отправились. Точку E. Точка E имеет координаты. Точка E имеет координаты. Ну, поскольку она на том же уровне, что и точка D, значит, первая координата? 9. 9 остается. Она лежит на стороне второй, и поэтому точка вторая? 0. 0. Ну и третья это будет? 3. 3. Сумма пока 12 литров. Потерь не произошло. Потом еще деливаем точку F. F. Точка F. Значит, опять же можно показать, помочь себе стрелочками, да? И полностью пошли переливать все, что у нас родилось. Вот мы пришли. Точка F. Точка F. Точка F. 1. Да, пожалуйста, 1. И это правда. Пришли туда, где полностью заполнен 8-литровый сосуд. Помните наш край? Значит, 8 полностью заполнили. И в 5-литровом 3. 1, 2, 3. 3. И в 12-литровый вылили 8-литровый. Пока у нас все сохраняется. Точка F. А в точке F? Какую? В точку G. Хорошо. G. Ну, мне вот так все ее обозначили. Точку G. Точка G. 1. Сейчас. 1. 6. 6. 5. И 5. Да. Собственно говоря, уже 6 литров мы себе отмерили. Чтобы получить точку, где можно было бы сказать, что всю нашу жидкость, 12 литров мы разлили поровну, да? То нам надо из сосуда 5 литров, туда добавлять уже больше нельзя, перелить его в 12-литровый сосуд. И тогда мы придем в точку H. Точка H, в которой будет 12-литровым 6, 8-литровым 6, и 5-литровым 0. Ну, а в сумме 12 проверяем. А вы 0 поставьте. А вы поставьте 0. Обвести. Обвести. Не надо. Итак, вот мы с вами сделали. Вопрос. Сколько решений, отличных от данного, имеет задача? В данном случае не считается, когда вы берете карандаш и по циклу пошли. Повторились, стерли, повторились, стерли. Сколько решений имеет задача? Смотрим. Ты думаешь, что много? Ты думаешь, что 8? А на самом деле сколько? Сколько? Три решения? Что тебя на такую мысль натолкнуло про три решения? Бог любит троицу? Нет. Посмысленно, нет? Ну, а тогда надо не гадать, а взять ручку другого цвета. Вот сейчас мы прошли маршрут. Пожалуйста, давайте все вместе еще раз. Мы прошли маршрут и отметили каким-либо цветом. Не без разницы, каким. Итак, А, Б, выделите главное. Б, Б, С, С, Д, Е, Е, Ф, Ф, Ж, Ж, Х. Увидели? Вот мы выделили. Теперь возьмем другой цвет. Вы, пожалуйста, если у вас нет, поменяйте соседов. Любой цветной карандаш. Любую ручку. Давайте посмотрим, что у нас будет получаться. Итак, это у нас способ. В самом деле у нас есть две возможности. Если мы выходим из точки первоначальности, то на самом деле у нас всего две возможности. Либо пойди направо, как мы сделали, либо пойди налево. Просто третья, она не может отсюда появиться никак. Итак, давайте пойдем налево. Первый наш шаг запишем. Я не буду уже писать точки, я просто буду писать шаги. Первый шаг. Первый шаг. Значит, у нас было 12, даже нулевой можно. 0, 0. И мы сделали это нулевой будет тогда шаг. Первый шаг. Первый шаг. Мы пошли по альтернативе, не пошли, направо, пошли налево. Вот наша точка. Увидели? Значит, точка с координатами. Давайте смотреть. Какими? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, согласны? Да. 0 и, соответственно, 5. Увидели эту точку? 7, 0, 5. Это называется, что было бы, если бы мы перелили бы не в 8-литровый сосуд, а начали переливать в 5-литровый сосуд. Главное, чтобы нам не сбиться, не забыть подсчитывать общую сумму. Всего 12. Второй шаг. Второй шаг. Увидели вот здесь жесткую нашу стенку? Да? Да. Опять отразился под углом. В данном случае, поскольку у нас здесь 60 градусов, то отразился под углом 60 градусов. Вот он. И пошел до конца. Никто ему не мешает. Все перелили. Вот пришли в точку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. И 0. 7, 5, 0. 12. 12. То есть из 5-литрового перелили в 8-литровый. Третий шаг. Третий шаг. Значит, все помнят, в какой точке? А то уже тут много линий. Вот в этой, да? Куда дальше пойдем? Вниз. Под углом 60 градусов. Да, вниз. Вот эта точка. Координаты. 2, 4, 5, 6 и 5. 2, 6. Нет, нет, я ошибусь. 2, 6, 5 не подойдет. Давайте посмотрим еще раз. 1, 2, да? 1, 2, 3, 4, 5. И 5. Значит, вот мы с вами засекли ошибшись, куда и справились. Конечно, ну потому что на доске не везде ровно нарисовано. Поэтому, конечно, расстояние больше, где-то расстояние меньше. У вас нарисовано лучше, потому что у вас есть распечатки этих треугольников. И поэтому, конечно, лучше. Точку видите? Точку видите? Ладно. Ведете? Ведете? Ну, давайте ведем. Вот наша новая точка. Значит, не изменилось. В 12 литрах по-прежнему 2. В 8 литрах у нас сколько? В 8. Видите? Пришли. И в 5 литрах у нас 2. Раз, два. Два шага. Четвертый шаг. 2, 8, 2. 2, 8, 2. Это соответствует тому, что из 5-литрового, мы в 8-литровом, видите, 5. Мы долили туда 3 литра. У нас осталось 2, 8 и в 12-литровом будет 2. Вернулись к рисунку. И повели нашу уже вверх. В следующей точке. Проверяйте. 10, 0, 2. Пятый шаг. Скажите, пожалуйста, предыдущую. Почитали уже? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. За 7 шагов разделили пополам. Так? Ну, здесь очевидно, что нам за 6 шагов не удастся. Но все-таки постараемся. Итак, вот мы находимся. Да? Опять же, переливаем. 12-литровым у нас по-прежнему 10. 8-литровым 2. 5-литровым 0. Мы перелили с 5-литрового в 8-литровый. Это 6-й шаг. Дальше смотрите, куда пошла наша тревая. Вот обвели. Поставили точку. 12-литровым считаем. 1, 2, 3, 4, 5. В 8-литровым 2. И в 5-литровым на границу пришел. Значит, тоже 5. 7-й шаг. Хорошо. Переливаем. 12-литровым пока без изменения. Увидели, в какую точку пришли? Вот, прошли. Точка. 12-литровым. 1, 2, 3, 4, 5. По-прежнему. 8-литровым 7. А с 5-литровым 0. Заметьте, мы с вами еще нигде не пропали в цикл. И не сбились в пути. Будем надеяться, что и не собьемся. Итак. Отправляемся вниз под углом 60 градусов. И приходим в точку. 12-литров 0. 9-й шаг. 12-литров 0. 8-литровым засуде 7. 5-литровым 5. 10-й шаг. 10-й шаг. Где наша точка последняя? Ага, вот она. Нашу. Конец. Увидели? Да. Увидели. Теперь надо отразить. Вот здесь я вас специально просила сделать чуть-чуть подальше. Да? Увидели? Потому что вот здесь у нас наша стенка. Увидели? Угол падения равен углу отражения. Вот она отразилась. И пришла в соседнюю точку. Значит, координаты. 12-литровым ничего не изменилось. Ноль. Восьми литровым. Восемь. Потому что вот мы к стенке пришли. А в пяти литровым на единичку меньше осталось. То есть четыре. Восемь. Ноль. Восемь. Четыре. Давайте дальше пойдем. Кто уже заметил, есть ли в этом системе? А? Нет. Кто-то уже заметил? Мы хотя бы раз совпала наша желтая зигзагообразная линия, да? С красной. Нет. Не совпала? Нет. Нет. Увидели, что у нас вот стеночка отразился. И пошли вверх. Под углом 60 градусов. Под углом 60 градусов. Вот мы дошли до точки. Мы дошли до точки. Это одиннадцатый шаг. А я рядышком напишу табличку. Итак, одиннадцатый шаг. Наша точка. Наша точка. Вот это, да? Да. Наши двенадцатилитровым у нас. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восьмилитровым. Ноль. Ноль. Пятилитровым. Четыре. 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 Отразили. Вот. Дошли до следующей точки. Двенадцатилитровым не изменилось. Восемь. Восьмилитровым. Четыре. Пятилитровым. Ноль. Общую сумму проверяйте. Двенадцать. Потерь нет. Потерь нет. Двенадцатый шаг. Отразилось. Да? И вниз под углом 60 градусов. Вот наша точка. Вот наша точка. Значит, двенадцатилитровым сколько? Считайте. Двенадцатилитровым. Вот мы пришли в точку. Раз, два, три. Восьмилитровым. Раз, два, три, четыре. И уже, значит, три, четыре и пять. Пять. Пятилитровым. Так. Отразилось. Опять. Видите, незакрашенная? Была незакрашенная. А сейчас вот закрасим. Вот мы провели. То опять полностью, мы можем полностью, либо у нас вода полностью перелилась, либо луч, да, светил и уперся в другую стенку, либо шарик катился. Он обязательно докатится. Потому что у нас здесь все идеальное. Итак, наша следующая точка. Четырнадцать. Шаг четырнадцать. Координаты, пожалуйста, кто может сказать? Руки. Да, пожалуйста, Яков. Координаты. Три. Три. Дальше. Восемь. 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 Один. Хорошо. Три. Восемь. Один. Пятнадцатый. Давайте смотреть, нашу точку мы еще не потеряли. Вот точка. Есть желающий? Да, пожалуйста, мы получаем. Одиннадцать. Ноль один. Это правда. Одиннадцать. Ноль один. Одиннадцать. Ноль один. Дальше. Очевидно. Следующую точку кто мне скажет. Одиннадцать. Пожалуйста. Одиннадцать. 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 Один ноль. Шестнадцатый шаг. Одиннадцать. Один. Ноль. Семнадцатый шаг. Семнадцатый шаг. Уже близко. Уже нас осталось, на самом деле, если кто видит, зрение цветное. Те видят, что у нас всего два отрезка, которые остались незакрашенными. Итак, переходим. Следующая точка. Ну, пожалуйста. 6-1-5. 6-1. 5. 6-1-5. Сумма у нас по-прежнему 12. Ну, и победный завершающий удар опять отразили и перемили. Все. Пришли. И желтый у нас сошел. Дальше идти некуда. Увидели? Какая точка будет? 6-6. Ноль координаты. Это будет последняя точка. Итак, вопрос. Когда мы решили первый раз задачу, да, вот мы записали первую табличку. 6-7 шагов. Зачем нам потребовала вторая задачка? Второй раз решать? Второй способ, чтобы закрасить все. Мы закрасили все, но это да, наблюдение. Еще? Чтобы доказать, что есть еще один способ. И других решений нет. Да. Итак, есть два различных решения, и других решений нет. Задачи бывают. Очень важно доказать именно тот факт, что других решений нет. Если кто-то говорит, что есть, есть, есть еще, это значит, где-то он блуждает по циклу, да? Вливает, переливает, мы же тоже это могли сделать. Вот здесь мы доказали, что есть два решений других. Решений у этой задачи нет. После этого любая задача на переливание. Обычно говорят сначала, ах, как, тяжело, как трудно запомнить, да? После этого говорят, если нам надо найти все способы решения, то, конечно, гораздо проще использовать вот такой вот треугольник. Ну что, вздохнули? При первом способе решения было 7 операций. Сколько операций было при втором способе решения? 18. 18. Молодцы. То есть, есть один способ за 7 переливаний, так? А есть второй за 18. Есть второй за 18, так? Да. Молодцы. Значит, вы ничего не поняли. Слушание любой математической лекции это не представление о том, насколько вы умные, и как вы вот на 5 шагов вперед нужно думать при этом, ребята. Я просто, к сожалению, вижу, что вы наслаждаетесь тем, как же вы предугадываете шаг Елены Борисовны, и при этом не думаете. А это страшно. Вы не увидели простую вещь, которую любой человек из вас должен был увидеть. Глупость, это каковоство. Понимаете? Надо быть бдительным. Причем не только на наших занятиях, не только на малых матерях. Всю жизнь. Когда вас чему-то учат, неплохо при этом думают. Посмотрите внимательно на эту картинку. Посмотрите на эти ходы. Какие есть решения у этой задачи? Еще раз, не на меня сейчас надо смотреть, а в тетрадь себе, в этот треугольник или на таблицу. Я не причем. Смотрим на таблицу, смотрим на треугольник, смотрим, нет ли на самом деле другого маршрута. Вы ведь так легко поверили, что только два способа. Если вам говорят, что нет другого способа, значит, скорее всего, врут. Особенно, когда вот так вот на полисе говорят. Неужели это не надо? Да. Покажи. Покажи, где на самом деле шаги надо было сильно сэкономить. Мы сэкономили шаги на том, что мы с десятым шагом получили 8,4. Получили девятым шагом 7,5. Можно было сначала перелить... С какого шага стрелочку поставить? Ты все правильно говоришь. Молодец. Найди шаг, где было 7,05. Покажи просто пальцем его. 7,0. Нет, не 0,75, а 7,05. Совершенно верно. Возьми мел. И вот с этого первого шага поставь стрелочку сразу к девятому. Нет, не в таблице, а рядом слева. Да, вот так вот. Стрелочку. Молодец. Вот, ребята, вот это должны были заметить вы все. Не один из вас, вот для того, как ему указали, а вы все. Можно сэкономить вместо того, чтобы делать первый шаг. Первый шаг был 7,05. Вместо того, чтобы делать вторым шагом 7,5, можно сразу получить девятый шаг. 0,75. То есть, это было на первом шагу, когда мы получили вот тут. Можно было тогда сразу сделать вот так вот. Вот пройти сюда. Отлично, молодец. Все правильно. Именно на втором шаге мы уже могли... Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok